АЛМАЗНЫЙ КРАЙ В Мирном откроют первый в городе завод по переработке старых покрышек. Вновь стали лучшими. Сборная профсоюза «Профалмаз» стала победителем четвертой спартакиады трудовых коллективов Икуты. Начинаем наш выпуск с сообщения о трагическом случае. 8 июня на военно-полевых сборах студентов Мирненского регионального технического колледжа один из учащихся почувствовал недомогание. Из поселка Заря молодого человека доставили в больницу Мирного, где позже он скончался. В эти дни следственный комитет проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В связи с тем, что событие произошло 8 июня, то есть совсем недавно, конечно, для точного установления причины смерти действительно назначена судебно-медицинская экспертиза, однако ее результаты будут известны немного позднее, потому что нужно определенное время для того, чтобы провести это все-таки очень такое кропотливое мероприятие. И когда будет известна причина смерти и, соответственно, будет принято процессуальное решение, мы об этом обязательно дополнительно сообщим. Последствия разлива нефти недалеко от Мирного необходимо ликвидировать в максимально короткие сроки. Об этом заявил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев на совещании с руководством общества Ириляхское. Разлив нефти произошел 7 июня на нефтепроводе общества Ириляхское в 7 километрах от Мирного. Трубопровод подземный, поэтому место разрыва нашли не сразу. На месте экологи обнаружили участок, загрязненный нефтепродуктами. Предварительно его длина составляет 300 метров и ширина 50. Экологи называют ЧП крупнейшим среди подобных за последние годы. Она вообще, в республике Сахар-Якутия, в последние годы самое большое загрязнение нефтепродуктами на сегодняшний день. И соответственно все службы и Росприроднадзор, и другие федеральные службы, в том числе и Министерство экологии, согласно полномочиям ведем эту работу. В Мирненском районе введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Управление Росприроднадзора внепланово проверяет общество Ириляхское и его владельца, общество с ограниченной ответственностью Восточная Сибирь. Эксперты измеряют точную площадь загрязнения и берут пробы природных сред. Сейчас эта нефть собирается, причем вручную, потому что это собрано уже более 500 литров нефти. Значит, я думаю, что работы будут локализованы, но уже локализованы, значит, будут выполнены. Значит, ну вот такой действительно неприятный случай, связанный с нашими недропользователями. Ну и на уровне района принято решение все-таки по самой строгости наказать виновных вот в этом экологическом происшествии. В Министерстве экологии уже отметили, что по результатам экологических экспертиз будут приняты административные меры и посчитан ущерб, причиненный окружающей среде. По данным Ириляхнефти, сейчас трубопровод отсечен, добыча на Ириляхском месторождении не ведется, производство приостановлено. Локальный режим ЧАЭС будет действовать в районе до ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. И к другой новости. В Мирном 13 и 14 июня прошел большой инвестиционный форум «Западная Якутия. Новые возможности». В рамках него в алмазной столице встретились инвесторы, представители властей и предприниматели. Те, кто напрямую заинтересован в успешном экономическом развитии района и республики в целом. На форуме бизнесмены представляли свои проекты в надежде заинтересовать инвесторов и получить финансы на их внедрение. Говорили о проблемах малого и среднего предпринимательства, а также как ему должны помогать сами муниципалитеты. Вячеслав Пилипенко расскажет подробнее. «Мирный станет центром развития предпринимательства Западной Якутии». Такое мнение озвучил председатель правительства республики Владимир Солодов по итогам прошедшего форума. Ведь основной задачей большой встречи стало налаживание диалога между районными властями и предпринимателями. Чиновники подчеркнули, потенциал алмазной столицы сопоставим со столицей Якутии по количеству населения, экономической активности и перспективам роста. Поэтому увеличение числа среднего и малого предпринимательства при слаженной работе – это вопрос времени. Я уверен, что «Мирный» станет одним из центров развития предпринимательства в республике. Но при этом было бы неправильно сказать, что «Мирный» будет единственным центром. Потому что для нас, конечно, задача, чтобы каждый район, а в пределе каждый населенный пункт получал развитие предпринимательства. Потому что предпринимательство делает очень важный вклад и в создание рабочих мест, и в среду, которая есть даже в небольших поселках или деревнях. Поэтому я считаю, что как минимум все районные центры, 9 районов Западной Якутии, про которые мы говорили, имеют все возможности, чтобы стать локальными центрами предпринимательства. Предприниматели в свою очередь представили свои проекты. Тематика самая разнообразная – от выпечки хлеба до производства утеплителя. В формате питч-сессии защитили 11 бизнес-проектов, а остальные разместили на стендах. По словам замминистра экономики Якутии Василия Десяткина, реализация проектов даст возможность создать 568 новых рабочих мест. На поддержку предпринимательства выделят более 1 миллиарда рублей. Как отметили участники форума, у многих проектов есть недочеты. Основной риск для предпринимателей – отсутствие собственных средств. В ходе обсуждений наиболее выделили проект предпринимателя из Удачного – это цех по переработке мяса. Представитель фонда развития моногородов подчеркнул, что проект актуален и близок к реализации. Было представлено 11 проектов с общей суммарной потребностью в финансировании – 1,3 млрд рублей, которые позволят создать примерно 600 рабочих мест новых, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. То есть цель нашей встречи – это очень быстро рассмотреть и дать максимальный, так сказать, компетентный экспертный ответ, фидбэк на представленные проекты. На самом деле мероприятие, можно сказать, получилось успешным. Западную часть Якутии рассматривают как самую перспективную для развития животноводства. Об этом после очередной секции инвестиционного форума сказал заместитель министра сельского хозяйства республики. Центром сбыта продукции станут промышленные районы, такие как Мирненский и Ленский. В рамках форума были представлены проекты и по развитию сельского хозяйства. Так, например, рассмотрели проект по садковому выращиванию рыб в Мирненском районе. На территории республики нет подобных производств. И в министерстве настроены более детально изучить проект и воплотить его в жизнь. Не обошлось и без обсуждения проблем, а именно нехватки профессионалов в сфере сельского хозяйства. Массово привлекать молодых специалистов пока не получается. Причина – невысокие зарплаты. Но в целом, как отметил заместитель министра, секция прошла успешно. Главы районов охотно шли на контакт. Объединив усилия, я думаю, что мы гораздо убыстрим те процессы, которые должны в некоторых районах проходить естественным путем. То есть мы убыстрим и быстрее создадим отрасль сельского хозяйства, именно как отрасль экономики, именно в этих районах. Основная задача форума достигнута, отмечают организаторы. Предприниматели нашли общий язык с представителями власти. Участники остались довольны таким форматом его проведения. И это не последний подобный форум. В планах руководства Якутии продолжить проводить такие встречи. Вячеслав Пилипенко, Мария Урцева, Антон Каханский, Роман Ларин, Илья Засуйкин и Алексей Меркулин. Телеканал «Алмазный край». Пустить отходы в дело решили миринские коммунальщики. Они решили запустить пока первый в алмазной столице завод по переработке старых автомобильных покрышек. В промышленном алмазодобывающем регионе, где работает много различной техники, этого сырья предостаточно. Предприятие МПЖХ, которому и принадлежит завод, уже заключило контракт на его поставки. Все подробности в сюжете далее. Я занимаюсь хоккеем и футболом. Да, тут удобно играть. Тут покрытие не такое, как в мини-футболе, но более приятное. А травой он отличается от того, что тут тоже не так больно падать. Тут мяч хорошо ходит. Возможно, в скором времени в Мирном площадок с таким качественным покрытием станет больше. В Мирном готовится открыть цех по утилизации старых покрышек, вторсырье которого в будущем планируют использовать для создания искусственного покрытия, в том числе и спортивных объектов. В целом, не только в Мирном районе, но и на всей территории западной зоны на сегодняшний день есть большая потребность в данном производстве. Мы планируем, помимо переработки и утилизации покрышек, производить резиновую крошку, которая, собственно говоря, будет использована при благоустройстве дворовых территорий, то есть при, скажем так, изготовлении плитки, антискользящей для детских площадок, для ступеней, скажем так, квартирных домов. Оборудование для цеха собрали из немецких, итальянских и российских комплектующих на заводе в Новокузнецке. Затем уже доставили в Мирный. Обошлось это в 30 миллионов рублей. Установкой оборудования, монтажом и обучением персоналам занимаются сами специалисты завода-изготовителя. Мы поставили сюда оборудование из города Новокузнецка для переработки покрышек. Отработанные резины, грузовых, легковых, ну, любая резина. Мне предоставят непосредственно людей, которых я буду обучать непосредственно работать на это оборудование. Дефицита с материалом для переработки не будет, утверждают в МПЖХ. Уже заключен контракт на 7 тысяч тонн сырья с компанией «Алроса». Его реализуют в ближайшие два года. Ожидают, что это обеспечит работать цех и поможет в сохранении экологии. Для компании было, безусловно, очень важно выбрать себе подрядную организацию, которая занималась бы именно вопросами утилизации. Потому что мы понимаем, что любое размещение, то есть на полигонах, на санкционированных свалках, это является некая форма формирования негативного наследия. Для компании важным, повторюсь, моментом является именно направление отходов на утилизацию, то есть сокращение объема отходов, которые были бы размещены. Контракт с компанией «Алроса» принесет новому цеху 100 миллионов рублей. Работать он начнет в августе. Сейчас проводят пусконаладочные работы. Утилизировать старые покрышки смогут и частные лица. По словам руководства МПЖХ, их здесь принимать будут бесплатно. Сборная команда профсоюза «Профалмаз» на днях вернулась с триумфом в Мирный. В аэропорту победители четвертой спартакиады трудовых коллективов Якутии встретили коллеги – представители КСК и профсоюза. С 7 по 9 июня в столице республики прошли масштабные игры. В них участвовало более полутора тысяч спортсменов по 14 спортивным дисциплинам. В качестве площадок для соревнований задействовали практически все основные спорткомплексы Якутска. От сборной «Алмазной кампании» участвовало 85 человек. Это победители соревнований между производственными площадками «Алроса» в Мирном, а их хале удачном Ленске. О том, как встретили сборную победителя в Мирном, смотрите далее. Они победители четвертой республиканской спартакиады среди трудовых коллективов. Причем снова. Выходят один за одним из самолетов, неся завоеванные кубки и медали. В глазах читаются еще не утихшие эмоции от победы. В республиканской спартакиаде приняли участие 20 команд предприятий Республики СК Якутия. У нас с основными соперниками были 8 команд, которые по численности свыше 5000 человек, членов профсоюза. Самым основным нашим соперником была команда Министерства образования, Министерства спорта. С Министерством образования мы до последнего момента боролись за чемпионский титул. Мы участвовали в 13 видах. Ну и по зачету получается, что мы большинство выиграли первые места, вторые места и заняли свое, как бы так сказать, подтвердили свое чемпионство прошлого раза. Сейчас за что спортсменам и руководству спасибо. Спартакиада среди трудовых коллективов – это большое спортивное событие для Республики. Она проходит раз в 4 года. В этом году участвовали более полутора тысяч спортсменов по 14 дисциплинам. Соревнования спортивных семей, легкая атлетика, стритбол, мини-футбол, перетягивание каната и другие. Сборную алмазной компании представили 85 человек. Сборные всех подразделений, скажем так, Айхала, Удачного и Мирного, в том числе, готовились по положению, которое было представлено с города Якутска. И там были включены новые виды, такие как фитнес-аэробика, такие как компьютерный спорт. И хотя сборная профалмаза не участвовала в направлении киберспорт, это не стало помехой для победы в общем зачете. Теперь спортсмены, показавшие лучшие результаты, отправятся отстаивать честь Якутии в составе уже республиканской сборной. Алброса чемпион! Алброса чемпион! Алброса чемпион! Поздравляем! Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». И это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами, чтобы всегда быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова